Мы сегодня действительно с вами собрались по подведению итогов ушедшего 2018 года, но и в преддверии того, что 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации Путином Владимиром Владимировичем была создана Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Что бы хотелось мне сказать в начале нашей с вами общения, беседы. 2018 год это был достаточно насыщенный год событиями, как в стране, так и естественное привлечение личного состава Федеральной службы, в том числе и по Вологодской области. Мы уже в преддверии беседы обсуждали, что в прошлый год у нас состоялся и чемпионат мира на территории Российской Федерации, несмотря на то, что в городе Володе, в Вологодской области каких-то мероприятий, посвященных чемпионату мира, не проходили. Однако хочется напомнить, что у нас с вами проходит железная дорога по территории Вологодской области, которая связывает города и путешествовали также и фанаты путешествовали, и гости нашей страны путешествовали, в том числе, проезжая по северной железной дороге, охрана общественного порядка совместно с сотрудниками линейного отдела осуществлялась сотрудниками полиции территориальных отделов, ну и, конечно, сотрудников Росгвардии. Также сотрудники Росгвардии принимали участие в охране общественного порядка на территории города Санкт-Петербурга и города Калининграда, где проходились непосредственно самые чемпионаты мира. Сотрудники, продолжая про спецподразделения, выполняли задачи на северной Кавказе. Только осенью начался у нас перерыв, ребята были полностью выведены, и сотрудники СОБРа, и сотрудники ОМОНа были полностью выведены на отдых, скажем так, да, возможность дать отдохнуть, потому что получилось таким образом, что некоторые сотрудники по пять месяцев находились в командировке в году, понимаете, то есть за 12 месяцев, пять месяцев сотрудник находился просто в командировке. Что касается подразделений лицензионно-разрешительной системы, год тоже не самый легкий, год продолжения становления работы сотрудников лицензионно-разрешительной системы самостоятельно. По количеству оружия, значит, у нас по территории Вологодской области более 63 тысяч единиц зарегистрировано, ну, мы сами понимаем, что львиная доля это Вологда-Череповец, 13 тысяч это Череповец и 12 тысяч это Вологда. Но по владельцам охотничьего оружия можно отметить в точности наоборот, да, получается, владельцев больше в Вологде, чем в Череповце, что показывает, что, значит, в Череповце у одного владельца может по несколько быть единиц оружия. В 2018-м более 20 тысяч было подано заявлений, все они обработаны, отказов было единицы, ну, буквально на 20 тысяч это где-то около 200 отказов было. Ну, причина отказа у нас в статье 13 Федерального закона об оружии изложена, только по этим основаниям мы отказываем. Либо граждане не оплачивают своевременно, соответственно, госуслугу. В последнее время довольно буквально часто используется это оружие, в первую очередь это от незнания, конечно, граждан, потому что в настоящее время федеральным законом у нас не прописан алгоритм использования этого оружия. И фактически 100% использования его на улице, либо в каком-либо помещении, соответственно, влечет за собой нарушение автоматически. Вот, для примера, у нас новогодние праздники в городе Вологде. Разборка там таксиста была с гражданином, который, ну, клиентом произошел у них скандал. То же самое он считал, что применил его правильно, но толковать законодательство, соответственно, у нас прерогатива это органов внутренних дел, они провели проверку, мы составили административные материалы в суде, значит, рассмотрели, конфисковали это оружие. Кроме того, также стрельба из охолощенного оружия. В прошлом году у нас был факт, по городу Вологде гражданин в одном из дворов домов, значит, вытащил охолощенный автомат и произвел несколько выстрелов. Соответственно, тоже мы, значит, изъяли это оружие, составлен был протокол на этого гражданина, ну, и судья принял решение конфисковать данное оружие и привлечь данного гражданина к административной ответственности. То есть, вот как факты, так же пневматика, тоже есть случаи пневматики у нас, очень часто граждане стреляют, я не знаю, по птицам, попадают в людей в итоге. То же самое, за это предусмотрена у нас административная ответственность. То, что касается сотрудников, еще также у нас входят сотрудники вневидностной охраны, в штат, в федеральную службу войск национальной гвардии, в том числе полугодскую власть, продолжают работу по охране общественного порядка, совместно с сотрудниками полиции в плане единой дислокации, ну, и охраняют объекты, квартиры, места хранения имущества граждан на договорной основе. Ну, есть несколько направлений для того, чтобы понимать, да, у нас есть ОМОН в городе Волги, в городе Череповец. То есть, в первую очередь, это на обследование инженерно-техническими группами. По инженерно-техническим, оно бывает как плановое, то есть, вы прекрасно по ним должны понимать, что если проводится плановое мероприятие, какой-то концерт, какое-то массовое мероприятие на площади, там, революции, там, на площади металлогов, то в обязательном порядке до его проведения сотрудники ОМОН выезжают, собака, кинолог, инженер-сапер, и обследуют всю территорию потихонечку, незаметно, может быть, для граждан, обходят, смотрят и сдают всю эту площадь под охрану для того, чтобы уже дальше без каких-либо опасений проводить мероприятия. Второй момент – это выезд на подозрительные предметы. По периодичности, ну, инженерно-техническая группа в день выезжает, ну, в среднем, я думаю, два раза, что в ОМОНе, в Волгойде, что в ОМОНе Череповца. В среднем два раза. Бывает, конечно, не одного, но бывает и по шесть раз. То есть это вот при выходные дни, праздничные, какие-то очень много, когда площадок, ребята очень часто работают. В большей степени для задержания преступников особо опасных у нас предусмотрен специальный отряд быстрого реагирования, но в том числе применяются сотрудники ОМОНа, потому что они способны выполнять задачи эти, у них есть это в их обязанностях, они их выполняют. Здесь периодичность, конечно, как-то сказать, ну, если в общем идти, да, то в сутки где-то, ну, по четыре задействования в сутки где-то происходит у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова